Привет, дорогие друзья! Кто о чем, а мы снова о пенсиях. 94% респондентов Самарской области не одобряют законопроект о повышении возраста выхода на пенсию по старости. Такому выводу пришла служба исследований HitHunter в ходе очередного опроса, дабы оценить, как лица старшего возраста чувствуют себя на рынке труда в нашем регионе. Результаты исследований говорят, что с возрастом время, затраченное на поиск работы, возрастает. В 40% случаев респонденты старше 45 лет отмечают, что искали работу более полугода, в то время как вероятность найти работу в течение одной недели составляет всего 9%. В процессе поиска работы сложности испытывают 88% опрошенных лиц старшего возраста. Ой, что делается? Людка? А Людка что? Среди основных проблем с трудоустройством лица 45 лет и старше отмечают низкий уровень оплаты труда, 55% опрошенных, ограниченность выбора места работы недалеко от дома и транспортную доступность, а также высокую конкуренцию в своей сфере деятельности. Я понимаю, вы все мне не верите. Кроме того, 27% опрошенных признались, что им сложно найти работу с прозрачными условиями труда. Столько же сталкивались с отказами в трудоустройстве из-за возраста. А вас я попрошу остаться. С точки зрения законодательства возраст не может стать прямой причиной отказа кандидату. Тем не менее, мы видим достаточно высокий процент соискателей, которые сталкивались с подобного рода отказами. 91% опрошенных в Самарской области уверены, что дискриминация по возрасту определенно присутствует на рынке труда. Это подтверждает и данные опроса работодателей. 51% руководителей отказывали кандидатам по причинам, связанным с возрастом. Глянь, что делается. Тремя главными недостатками повышения пенсионного возраста в России Самарцы называют высокую вероятность не дожить до пенсии или получать ее слишком непродолжительное время, трудности при трудоустройстве для работников старшего возраста и недостаток вакансий, доступных для лиц предпенсионного возраста. Как я и думал. Именно это я и полагал. А на этом сегодня все, друзья. Всем хорошего настроения, доброго здоровья, подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok